И очень часто мы увидим в служении людей в нужде. И они могут приходить и говорить, у меня вот такая-то нужда. Тебе нужно на нее отреагировать. И у нас возникает вопрос, как Ишуа знал, на что нужно отвечать, на что не нужно отвечать? Например, Ишуа пошел в дом Лазаря, когда уже прошло три дня. И, например, Мария, она, конечно, я думаю, просто делилась тем, что было в ее сердце. Она говорила, если бы ты пришел раньше... Но при этом мы знаем, что Ишуа точно знал, что необходимо, что хотел сделать Отец Небесный. Как мы можем узнать, что Отец хочет сделать? Первое. Вы, может быть, близки к этому человеку и можете спросить, позволь мне помолиться за тебя. Если человек, например, плачет, то, скорее всего, Бог что-то делает. Возможно, вы затрагиваете какую-то сферу, которая действительно болит. И, может быть, человек начнет с вами спорить. То, что ты мне сейчас говоришь, это не то, что мне нужно, мне там деньги нужны или еще что-то. Вам нужно использовать развлечение. Но если вы пытаетесь служить в любви Отца и возрастаете в этом, и, например, вы высвобождаете Слово, а человек не принимает или спорит с вами, это может означать, что это возможно, не время, или действительно вы не ту нужду говорите, или не о той нужде речь. И даже если человек имеет нужду, это не означает, что вы должны отвечать на эту нужду как лидер. И вы можете поделиться этим с лидерами, которые, может быть, находятся над вами. И по каким-то причинам они тоже могут не отвечать на эту нужду. И часто такой человек принимает на себя дух обиды, придет к вам, и поделится и скажет, слушай, я вот ходил к такому-то лидеру, и он мне отказал. Что ты скажешь об этом? Вам нужно быть осторожными, чтобы тоже не принять на себя этот дух обиды, только потому, что нужда этого человека не была отвечена. Потому что это также приведет к разделению между вами и тем человеком, который находится в лидерстве. И когда вы находитесь, например, в лидерстве, вы же не хотите, чтобы люди принимали дух обиды из-за вас или на вас. Если вы доверяете власти, которая имеется у лидеров над вами, и кто-то к вам приходит, опять же, и вы видите, различаете, что у человека это дух обиды, то можете сказать, давай я помолюсь за тебя, и я не знаю, как Бог ответит на эту нужду. И вы можете потом сами пообщаться с тем человеком, на которого тот был обижен, и спросить, послушай, ко мне пришел человек, вот сказал, что ты не ответил на его нужду. Можешь объяснить ситуацию? Но не нужно принимать чужую обиду и идти бороться с человеком, из-за того, что он не ответил на нужду. И точно не надо говорить, ну ладно, сейчас ты мне рассказал о ситуации, я сейчас пойду с тем лидером и разберусь сейчас. И тогда вы уже, как бы, выходите из-под власти, из-под чинения. Если вы собираетесь поговорить о чьей-то проблеме, не говорите, что вы собираетесь пойти к лидеру и обсудить проблему. Не рассказывайте тому, кто пришел к вам. Потому что человек сможет это увидеть или понять, о чем будет речь. Всякий раз, когда я обижаюсь на пастора Керка, и я иду, общаюсь с Керен, все решается. И получается новая крайность. Человек тогда решает, окей, я буду ходить к этому человеку, он за меня решает все мои проблемы. Но тут усугубляется отношение между пасторем и его женой. Но, конечно, это касается каждого члена команды. Однажды моя мама мне показала такую хорошую иллюстрацию. Подумайте о блудном сыне. Он уже пасет свиней. Какая нужда была, на его взгляд? Он думал, что он голоден и хочет есть. Но какова была его настоящая нужда? Вернуться назад к отцу. Представьте, если бы это был какой-то христианин, который пас свиней и ел сэндвич. Он бы не вернулся к отцу. Когда мы пытаемся решить, нужно ли мне отвечать на эту нужду или нет, хороший вопрос еще нужно задать. Как я могу помочь этому человеку вернуться к отцу? И хочет ли этот человек вернуться? Очень часто ко мне приходили люди, которые обижались на Керка. И я их очень четко, но мягко исправляла, говоря об их духе обиды. Потому что Господь покрывает своих лидеров. Посмотрите на Моше. на Авраама. Господь покрывает своих лидеров. И обида этих людей была намного больше, чем на самом деле те ошибки, которые совершал Керк в их отношении. Господь исправит его, если он нуждается в этом исправлении. И без моей помощи, очень часто. Это очень удивительно, может казаться. Но Господь на 100% способен исправлять его и без меня. Поэтому запомните, что нужда – это еще не призвание. Позвольте Богу показать, кто являются вашими овцами. Иоанна 10. Ишуа говорит о себе, как о добром пастыре. И Он говорит, «Мои овцы знают голос Мой». Я потратила годы на то, чтобы пасти людей, которые не были моими. Они не хотели слушать то, что я говорила. И как будто бы я постоянно пыталась убедить, что я права. И наконец-то до меня дошло. Если овцы Ишуа услышат Его голос, тогда мои овцы будут слышать моего голоса. И я начала фокусироваться на тех людей, которые слушают меня. Я не злюсь на тех, кто не слушают меня. Просто это не мои овцы. Это не значит, что они не в семье Божьей. Но моя жизнь от этого намного больше находится в мире. Будут те люди, которые захотят присоединиться к вашему служению. Они будут соглашаться с вашими целями, с вашими объектами. Но если они всегда сквибли, почему вы делаете это? Они выбирают вещи. Они сомневаются и интересуются, почему это мы делаем, почему я должен. Я не думал, что мы так будем делать. Почему такие требования? Я не понимаю этого. Не злитесь на них. Просто высвободите их для того, чтобы они нашли тех, кому они доверяют. Например, у нас появилась христианская школа, которую наша церковь поддерживает. Фактически, эта школа еще была до того, как была община. Но на данный момент школа бы это не существовало, если бы наша церковь ее не поддерживала. И за годы мы научились, что руководитель этой школы должен ходить в церковь Должен быть членом нашей церкви, источник жизни. Потому что это огромная часть нашего церковного служения. И тот человек, который ее сейчас возглавляет в школу, он имел небольшие проблемы в служении. Потому что Техасы, они не любят, когда им говорят, что им надо делать. Мы очень независимы. И нам нужно было стоять очень твердо. И это было тяжело для меня, потому что я начала делать его работу. И я была готова бросить эту работу. Но это было без, ну, вариантов других не было. И все-таки он присоединился. И сейчас он видит, почему это важно. Но если бы он не присоединился к нам, было бы все равно все нормально. Просто он не был бы одним из моих овец. Поэтому не тратьте свои силы, где Бог вас не помазывает. Хорошо, слушай. Мы не должны наседать на своих братьев и сестров в Мессии. Так же, как и на своих родных братьев и сестер. Это не ваша задача. Вопрос в том, что делают папа и мама. Вы не выбираете ни братьев, ни сестер, ни родителей. Вы можете выбирать себе только друзей. И всякий, кто находится в теле Мессии, это ваш брат и сестра. Это самое базовое взаимоотношение. Не все будут вашими друзьями. И когда вы растете в лидерстве, вы не можете быть другом для всех. У вас не будет достаточно времени. Даже у Ишуа было три ученика самых близких. Петр, Яков, Яон. И, может быть, в каких-то моментах остальные девять учеников спрашивали, чего он меня не взял на гору? Мы не знаем этого. Ишуа имел эту свободу выбирать. И так же и вы. Когда вы становитесь лидером в служении, то один из таких важных моментов, что люди вас будут обвинять. Да он проводит больше времени с тем-то, а со мной не так много. Но фактически, скорее всего, лидеры с вами тоже какое-то время проводят. Но не всем достанется одно и то же время. У вас есть свобода выбирать. Мы любим посещать церковь Виффиль в Риддинг, Калифорния. И я никогда не ожидал, что у меня будут отношения с Биллом Джонсоном. И я могу получить от него очень много хорошего. Но он не может всем уделить одинаковое количество времени. Я, например, не могу ему по телефону позвонить. Я достаточно взрослая, чтобы не ожидать быть его другом. Я довольна принимать от него. Всякий раз, когда мы приходим к ним на собрание. И я довольна принимать участие в тех отношениях, которые я развиваю также. Даже когда мы были очень маленькой общиной. У нас была одна женщина. Я благодарна Богу за то, что она переехала. Но если мы, например, приглашали кого-то на ужин к себе домой, а ее в списке не было, она просто злилась. Это просто выводило меня. Это меня, у меня силы отбирало. И когда люди говорили, что они ходят в общину, но не получают от меня, ко мне, такой же доступ, как другие люди. Мне один человек сказал, что даже если люди ко мне приходят в общину, они не должны получать одинаковый доступ ко мне. Это меня освободило. Так я вернулась к цели моего служения. И один из главных фокусов служения заключается в том, что мы заботимся о людях, которые заботятся о других людях. Поэтому если вы приходите в церковь, источник жизни, и по каким-то странным причинам вы хотите просто быть близки со мной, я уже сказала, как это делать. Начните заботиться о других людях. Вы начинаете заботиться о других. Вы начинаете нести ответственность. У нас есть одна женщина, она для меня довольно молодая, ей около 40 лет. И однажды после собрания она подошла ко мне. И она сказала, что я чувствую, как Бог мне говорит, что я должна тебе отчитаться за свои обязанности. И она ожидала от Бога, что Он ей покажет какую-то новую ответственность. Но ей Бог ничего не говорил. После того, как она сказала, Боже, я не знаю, для чего я здесь, но я здесь, и я готова, чтобы Ты применял меня, и Бог начал ее применять. И просто удивительно то, что сейчас она делает в нашей общине. И я полностью доверяю сердцу этой женщины. Если она дает кому-то совет, то я знаю, что это то же самое, что сказала бы я. Это очень классно. Это очень классно. Не все люди лидеры. Не пытайтесь сделать лидерами людей, которые не являются ими. Мы научились этому по тяжелому пути. У нас был один человек, у которого основной дар заключался в служении другим. И когда мы ему не ставили какие-то лидерские задачи, скажем так, то он был счастлив. Но когда мы начали применять к нему какие-то требования к лидеру, он начал просто угасать. Некоторых людей Бог призвал просто быть слугами, и это то, чем они занимаются. И спасибо Богу за них. И поймите, что в служении вы будете что-то пробовать, и не все будет получаться. Если что-то не получается, не бойтесь признать это. Мы считали, например, что в поиске лидеров мы делали правильные вещи, мы находили нужных людей, как нам казалось. И мы думали, что они приняли наше видение, наше сердце. Но мы очень сильно ошибались. И когда они на нас злились, это было совсем не весело. И однажды я получила даже смс, там, где женщина одна просто высказалась обо мне любыми словами, только не самыми лучшими. И мы позвонили пастору Олуну и спросили, что нам с этим делать. И он помог нам пройти через это. И мы высвободили этих людей. Их обида на нас причинила нам боль, которая длилась два года. Господь все это исцелил. Не бойтесь признавать, что мы сделали ошибку. Я не буду говорить, что это чья-то вина. Не буду себя винить. Просто не получилось. Мы упустили. Давайте благословим друг друга, высвободим друг друга. Люди, которых вы высвобождаете, возможно, они будут счастливы, что вы их высвободили, отпустили. Я думаю, что это очень важно, понимать правильную терминологию или использовать правильные слова. Но здесь нужно... Нужно также понимать терминологию, понимать, какие слова имеются в виду. Скажем, у меня сейчас нет перчатки, но, к примеру, если бы у меня была перчатка, которая слишком маленькая или очень большая на меня. Это не значит, что это плохая перчатка. Что она плохо сделана. И что она бесполезна. Просто она не подходит для моей руки. Поэтому, если я пытаюсь сунуть свои пальцы в очень узкую перчатку, и чтобы из этого что-то вышло, я не буду обвинять перчатку, что ты меня не пускаешь тут. Что-то с тобой тяжело работать. Я просто скажу, что это не тот размер, который мне нужен. Я думаю, что нам так хорошо размышлять, чтобы мы не говорили людям, что я не могу с тобой работать. Просто смысл в том, что размер не подходит. 2 Тимофея 2, 24-26. В чем раб Господа не должен участвовать, напротив, он должен быть доброжелательным к окружающим, хорошим учителям, не отвечать злом за зло. 24. Он должен быть тактичным, вразумляя недоброжелателей, так как Бог вполне способен даровать им возможность отвернуться от грехов, опомниться и избежать сетей противника, в которые они попались, чтобы исполнять его волю. Это довольно сложно. Но мы хотим быть мягкими. Не убегайте от конфликтов. Оставайтесь мягкими. Но не ищите конфликтов тоже при этом. Но если вы видите, что конфликт надвигается, выступите против него в духе мягкости. И разве что вы сталкиваетесь с Голиафом, а там уже не до нежности. Скажу коротко, что одна из проблем, которые мы видим в церкви, это дух Езовели. И это хорошая иллюстрация синдрома целого, или проявления целого ряда бесов. Если вы это видите, не паникуйте. Не давайте ей места для маневров. Езовель берет власть тогда, когда эта власть, она неподобающим образом используется. Подобающая власть, она должна позволять нам иметь свою идентичность, свою личность, обеспечивать нас безопасностью и давать нам место для практики духовных даров. Если власть, она обижает нас, тогда этот дух Езовели, он там. Который говорит, что я дам тебе власть, я дам тебе влияние. Можешь использовать это. И вы увидите людей, увидите, как этот дух на них. Не паникуйте. Не давайте им места для действий, для маневров. Церкви, которая была обличаема Ишуа в книге Откровений. Одна из церквей, она была обличаема за то, что она потакала духу Езовели, или вообще Езовели. Если бы я видела, что такая женщина заходит ко мне в церковь, я бы хотел, чтобы она убралась из моей церкви. Но такие случаи были, и Бог мне говорил, люби этого человека. Просто покажи ей пример правильной власти. И большинство из этих людей также показали, увидели, что они также ненавидят этот дух Езовели. И многие женщины в нашей церкви, они просто ненавидят манипуляции. Потому что если они не оставят дух Езовели, они не смогут быть в нашей общине. Последнее наставление на сегодня. Иногда люди захотят вас воздвигнуть на пьедестал. Если вы осознаете, что они это делают, слезайте немедленно. Сейчас же. Прежде чем вы не упали. Или прежде чем вас оттуда не сбили. Если вы позволите, чтобы вас туда вознесли, и вам там будет хорошо. О, пастор Кэрин, ты всегда для меня имеешь время. Ты такая прекрасна. И они могут так напитать вашу плоть. Но послушайте, те же, кто вознес вас, они вас и скинут оттуда. Не забывайте, что мы здесь для того, чтобы служить Ишуа. Он превыше всяких пьедесталов. Если вас туда поднимут, то вы можете просто упасть на твердую землю. Субтитры создавал DimaTorzok